Друзья, всем привет! У нас сегодня варвар в рекоре. На самом деле рекора здесь меньше, чем бессмертного короля, как ни странно. Тем не менее, мы играем через рывок, и поэтому все-таки я буду этот гайд рассматривать как обзор по рекору. Так вот, рекоры здесь 4 предмета, бессмертного короля 6 предметов. Поэтому, отвечая на вопрос, актуален ли до сих пор бессмертный король, да, актуален в сочетании с другими сетами, например, с бессмертным королем. Здесь проблема та же самая, что и в мародере. Вы помните, мародер с сетенью, судя по всему, более профитный, чем мародер сам по себе. И вспомните, есть еще баг с огненной птицей, который тоже можно снабдить мантией тени, которая вообще-то сделана только для дхаб. Но вот мантия тени для дхаб апает на 1000% еще и огненную птицу для чародейки. А сейчас мы будем скрещивать рекоры и бессмертного короля, потому что все 3 бонуса, все 6 предметов от бессмертного короля представляются более профитными, чем рекор в одиночку, без подкрепления из ИК. Мы приносим в жертву последний бонус рекора для того, чтобы приобрести все бонусы от бессмертного короля. Это намного-намного профитнее. Будут ли Близзарды это исправлять? Считают ли они это проблемой? Мне кажется, это проблема, потому что фактически здесь просто, ну, очень часто шестые бонусы, бонусы за 6 предметов в некоторых классовых сетах не конкурентоспособны. Они не настолько сильны, чтобы мы скрим стремились. И, наверное, это не здорово. Наверное, для того, чтобы полностью раскрыть всю механику, весь замысел разработчиков, им необходимо мотивировать нас собирать комплекты полностью, а не миксовать их друг с другом. Использовать старые, проверенные, не такие уже интересные комплекты, как ИК, например, вместо того, чтобы собирать новые, неиспытанные, интересные, такие многогранные комплекты, которые просто проигрывают, извините, проигрывают при сравнении с комплектами консервативными и давно проверенными временем. Ладно. Мы будем играть в топового варвара сегодня. Топовые варвары закрывают великий портал именно в таком билде, в таком наборе вещей и скиллов. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. У нас есть 4 предмета из рекора. Ну, естественно, 3 плюс кольцо королевской роскоши. Оно нам здесь нужно. Как рекор был переработан? Он, как и раньше, как и в 2.1, работает через яростный рвок. И это очень-очень большие криты. Мы большие группы противников в щепки рвем. Раньше, вы помните, проблема была в том, что рекор всех рвет в щепки до тех пор, пока не остается одиночная цель. И по одиночным боссам мы ничего поделать не можем. Здесь эта проблема решена. Отчасти она решается бонусом за 6 предметов, которые мы использовать не будем, даже без него. Мы довольно бодро лупим яростным рвком по одиночной цели. Да, это много времени занимает, но это компенсируется тем, что мы очень быстро до этого босса доходим. Потому что в толпе мы просто парим. Мы, как и на серфинге, разрезаем волны из монстров и перемещаемся по ним по карте с неимоверной скоростью. Так вот, бонус за 2 предмета. У героя восстанавливается 1 заряд яростного рывка, если это умение поражать только одного противника. То есть, если мы долбим по яростным рывкам только по одной цели, и яростный рывок не попадает на миньонов, босса, ни на кого больше другого, то мы не расходуем яростный рывок. Если у нас остался 1 заряд яростного рывка, и мы им работаем только по одному противнику, то мы будем до бесконечности восстанавливать яростный рывок. У нас никогда не закончится это умение. Мы никогда не придем вот к такой ситуации, как сейчас, когда нужно ждать, пока яростный рывок откатится. Да, кстати говоря, мы теперь накапливаем 3 заряда, а не 2 в патче 2.4. Читаем дальше. Умение яростный рывок приобретает эффекты всех рун, как и раньше, но теперь еще и наносит на 400% больше урона. В этом-то самая фишка. Все. Этого бонуса от рекора нам достаточно. Если бы мы собрали 6 предметов, мы могли бы добавить сюда, собственно, кроме яростного рывка, еще какой-нибудь скилл, тратящий ярость. И этот скилл получал бы за каждый стак яростного рывка всего до 5 стаков по 300% к урону. То есть мы могли бы комбинировать яростный рывок с каким-нибудь другим заклинанием, например, ну, не заклинанием, а с умением, например, с тем же копьем древних, которые мы будем использовать и здесь. Ну, например, если фантазировать. Но мы забьем на этот бонус и возьмем лучше вместо этого бессмертного короля, то есть перманентных древних, перманентный гнев берсерка, если только мы регулярно тратим ярость, а ярость мы будем разом сливать вот специально для бессмертного короля через бросок валуна. И, наконец, мы приобретаем плюс 250% к урону от любых скиллов, просто потому что мы надеваем на себя этот комплект. 250% к любым скиллам, в том числе и к яростному рывку, который апнут рекором, это лучше, чем плюс 300% за стак на скиллы, яростный рывок в число которых не входит. Поэтому эти два сета выглядят наиболее привлекательными. Доживет ли такой микс до релиза, сложно сказать. Может быть, мне кажется, что Близзарды будут пытаться заставить нас надевать только рекор, только мародер. Да, естественно, что касается огненной птицы, которую улучшают двумя предметами из тени, то я думаю, что это просто баг. Тень в 2.4 в релизе, я думаю, будет работать только для ДХ. Ладно, не будем отвлекаться. Что, собственно, кроме этих двух комплектов, не так уж много слотов свободных остается. Здесь самая главная вариация в этом билде. Это оплот воли или путь странника. Бесконечный путь, вернее. Я вот точно не знаю, поскольку у нас здесь колоссальнейший совершенно урон. И самая главная проблема это стойкость. Но может быть, есть смысл все-таки в бесконечном пути. Но смотрите, сейчас мы надеваем оплот воли. И полностью занимаем под этот сет два пальца. Два слота под кольца. И свободный остается слот под амулеты, который мы можем занять каким-нибудь амулетом на стихию. Или амулетом адского пламени. Или чем-нибудь, что нам вообще больше всего нравится. Так вот, другая интересная вариация. Это занять бесконечным путем одно кольцо и один амулет. Получить не только буст к урону. Там будет маленький буст к урону, потому что мы постоянно находимся в движении. И поскольку мы находимся в движении, этот комплект... Я не знаю, у меня, наверное, есть в сундуке сейчас. Я этого не... Вот. Пока я буду рассказывать, почитайте. Он увеличивает наш урон, если мы стоим. И нашу стойкость, если мы передвигаемся. Поскольку мы все время передвигаемся. Этот комплект будет очень сильно повышать нашу стойкость. И более того, поскольку у нас с этим комплектом остается свободен один палец, то мы можем сюда прибавить единство. Так что единство плюс бесконечный поход... Не путь, а поход, я ошибся. Это совершенно шикарный буст по стойкости. В два раза с бесконечного похода, плюс, да еще в два раза с единства, который мы можем надеть вместе с этим комплектом. Если качаем стойкость, то вот так вот. Через бесконечный поход плюс единство. Сейчас вы увидите вариант не на стойкость, а на урон. Оплот воли, который мы разгоняем. Один бонус получаем от яростного рывка. Второй бонус получаем от броскового луна. И, следовательно, места под единство у нас не остается, потому что в клубе находится кольцо королевской роскоши. Чем занимаем шею? Ну, я уже сказал. Например, амулетом адского пламени, потому что пассивок здесь много хороших. Что еще? Собственно, главную вариацию рассмотрели. Что еще каноническое здесь есть? Это древние защитники парты. Опять же, поскольку у нас яростный рывок отбрасывает противников, мы могли бы здесь использовать наручья силача и получить буст по урону. Но поскольку урона здесь и так через край не хватает стойкости, древние защитники парты на высоких и великих порталах нашу шкуру спасают за счет того, что за каждого оглушенного противника мы получаем до 12% меньше урона. Это очень большой буст по стойкости. Советую использовать их. Да, эффекты контроля понерфены, но если мы постоянно движемся по карте и набредаем атакуем новых противников, у которых еще иммунитет к эффектам контроля не развился, эти наручи неплохо себя показывают. Поэтому они и сейчас работают нормально. Ну да, на рифт-гардене они довольно бессмысленны, но на рифт-гардене бессмысленны и наручи силача тоже, потому что их не оттолкнуть. Дальше, что еще? Еще кольцо королевской роскоши понятно, почему. Не буду объяснять. Мерзкий страж — это лютейший совершенно ап урона от яростного рывка. За каждого пораженного яростным рывком противника урон, собственно, от яростного рывка увеличивается на 35%. То есть, если мы поражаем, ну, скажем, 10 противников, яростный рывок получает 350% к урону. Если поражаем 20 противников — 700%. Это очень-очень большой дамаг. И если именно благодаря мерзкому стражу, если мы елозим по толпе, то наши криты зашкаливают, там, десятки миллиардов критов, а то и больше, вылетают. С огромной скоростью у нас яростный рывок не заканчивается. Мы просто вот заштриховываем всю карту, противники у нас в труху стираются благодаря мерзкому стражу. В дополнение ко всем тем предметам, которые мы уже озвучили. И осада — это единственный, по-моему, новый предмет здесь, да. Все остальные предметы здесь старые. Для того, чтобы в 2.4 после предыдущих патчей начать играть топовым варваром, по крайней мере, топовым по состоянию на сегодняшний день, нам нужно будет нафармить только лишь одну осаду. Это двуручное оружие, двуручное копье. Прочитаем новый аффикс. Раньше просто не было легендарного аффикса в этом оружии. Сейчас в 2.4 он появляется. Умение яростный рывок наносит дополнительный урон в размере 250% от бонуса к скорости передвижения героя. Ну, понятно. Мы максимизируем скорость передвижения и, следовательно, получаем повышенный урон от яростного рывка. По этой причине... У нас на панели скиллов всегда будет спринт с марафоном. По этой причине мы должны, естественно, в первую очередь прокачивать скорость передвижения. Мы в любом случае ее, как правило, прокачиваем в первую очередь. Но здесь это особенно важно. И напоминаю, что наш перманентный гнев берсерка, и поэтому-то отчасти нам так важно иметь бессмертного короля, потому что с этим комплектом гнев берсерка у нас будет постоянный. Мы тоже получаем плюс 20% к скорости передвижения. Все это в сумме дает очень неплохой буст по яростному рывку. Давайте посчитаем, что здесь получается. 25% от парагона. Напоминаю, что парагон плюс ботинки не может давать больше 25%, поэтому если у нас в ботинках 12% к скорости передвижения, то в парагоне нет смысла качать больше 13%. Если в ботинках нет вообще скорости передвижения, то качаем здесь 25%. Итого, 25% отсюда. 20% отсюда, это уже 45%, плюс еще 40% со спринта, который необходимо поддерживать все время в активном состоянии. Это уже 85%. 85% к скорости передвижения. 250% от 85%. Сейчас, друзья, если вы в уме быстро считаете, скажите ответ, у меня получается на калькуляторе 212,5%. То есть осада дает нам 212,5% к урону от яростного рывка, если у нас плюс 85% к скорости передвижения активировано, чего мы добиваемся при активных гневе берсерка и спринте с марафоном. Как нетрудно догадаться, мы получаем также прибавку к урону каждый раз, когда мы подбираем стоп на скорость, или, например, если у нас легендарный камень, давайте посмотрим, венец молнии, который дает нам еще плюс 25% к скорости передвижения, активизируется. Мы сейчас не будем впадать в паранойю и вот все-все-все вкачивать в скорость передвижения, принося в жертву все остальные аффиксы, но, в принципе, можно было бы об этом подумать и, скажем, взять венец молнии вместо, ну, например, эзотерической трансформации или даже вместо проклятия плененных можно подумать просто, надо посчитать, что будет профитнее. Думаю, что венец молнии не настолько супер профитен, чтобы, скажем, отказываться от проклятия плененных, но это вот повод для размышления. Какие еще здесь есть инструменты повышения нашей скорости передвижения? Как минимум, обязательно имей спринт. И раз уж я заговорил про камни, то это, я думаю, должны быть проклятия плененных, эзотерическая трансформация и проклятия прожженных, которые я выбил вот только что после вайпа, впервые сходил в великий портал за проклятием прожженных. Ну, нет, уже ходил, уже ходил в великий портал, и мне выпало что-то другое, не проклятие прожженных. Вот для записи этого гайда пришлось сходить отдельно. Неважно, не успел его еще раскачать, это в сути не меняет. Теперь посмотрим на скиллы, начиная с пассивных. А стервенение это урон, стальные нервы это воскрешалка, буйство это сила, задира это урон, сила это, понятно, стойкость плюс урон. И у меня в амулете адского пламени ярость берсерка. Это очень важная пассивка, даже несмотря на то, что она будет постоянно деактивироваться у нас, потому что мы будем постоянно сливать всю нашу ярость. Но мы будем очень быстро ее накапливать, поэтому эта пассивка будет довольно часто активна, ну, не все время, но почти все время. Так зачем нам сливать всю ярость? И почему мы должны в парагоне обязательно все в ярость вкачивать? Потому что ярость нам нужна для того, чтобы как можно быстрее откатывать гнев берсерка через комплект бессмертного короля. Самый простой способ это делать, это использовать время от времени копье древних срун и бросок валуна. Это умение конвертирует всю нашу ярость, все остатки нашей ярости в один большой валун, и, следовательно, мы полностью разом, одним валуном сливая всю нашу ярость, очень быстро откатываем гнев берсерка. Гневу берсерка хватает пары валунов для того, чтобы полностью откатиться. Очень важно не злоупотреблять этим умением. Оно нам важно, чтобы, а, активировать оплот воли, б, чтобы откатывать гневу берсерка, и вот не чаще, чем нужно для оплота воли, мы должны этот валун бросать. Не нужно бросать его чаще, чем нужно оплоту воли, потому что мы просто будем оставаться без ярости, и, следовательно, без ярости берсерка. Вот такая вот логика. И раз мы заговорили про активные скиллы, копье древних с броском валуна это раз, дальше яростный рывок с любой руной, думаю, что, ну, маленький на самом деле ДПС через бросок валуна идет, поэтому, ну, но все-таки какой-то идет. Раз уж здесь бросок валуна это физика, то и здесь мы тоже можем выбрать физику, все руны включаются. Выбор руны влияет только на то, какой стихии мы будем атаковать. Поэтому раз бросок валуна физический, то, наверное, пускай и яростный рывок тоже будет физический, но вообще-то лучше всего выбирать ту руну, под которую у нас есть экипировка. Если у нас есть амулет, скажем, не знаю, на огонь, и наручный на огонь, и других более хороших предметов на другую стихию у нас нет, наверное, в таком случае я бы выбрал, несмотря на бросок валуна физический, и, скажем, руну на огонь в яростном рывке. Так что подбирайте здесь руну под вашу экипировку, под ваши наручи и ваш амулет. Это довольно сильно развязывает нам руки при подборе, при подборе амулетов. Дальше. Гнев берсерка. Но здесь традиционно все выбирают, раньше выбирали в предыдущих патчах безумий, потому что в полтора раза больше урона, как правило, это выглядит более привлекательным, чем в два раза больше стойкости. Поступ великана это в два раза больше стойкости, безумия это в полтора раза больше урон. Что выбирать, решайте сами, но, как показывает практика, вот на сегодняшний день нам стойкости будет не хватать варварам в этом билде больше, чем урона, потому что урон зашкаливает. А стойкости мало, поэтому зачастую сейчас люди выбирают поступ великана, я могу это понять. Это вполне логично. Если чувствуете, что у вас все наоборот, то смело берите безумие, не пожалеете. Но вот я играю для более комфортного геймплея с поступью великана. ДПС хватает, а стойкости мало не бывает. Дальше спринт с марафоном, для того, чтобы разгонять нашего персонажа и запускать максимальный бонус от осады. Боевая ярость с кровопролитием, это очень здоровский ДПС по толпе. И, наконец, зов древних с руной все как один. Единственная нормальная руна здесь. Наверное, долг перед кланом более или менее внятно повышает наш ДПС, но все-таки это не такой уж большой буст по ДПСу, а вот все как один, это удвоенная стойкость. Если вы хотите получить дополнительный ДПС вместо стойкости, то делайте это через берсерка и через его безумие. Но никак не через зов древних с любой другой руной. То есть в зове древних только все как один используем. Это вот самый разумный выбор. Если хотите вместо стойкости получить урон, то оставьте в покое древних, оставьте в покое руну все как один и идите, меняйте что-нибудь в гневе берсерка. Берите в таком случае безумие. Вот. Собственно, по скиллам я особых альтернатив не вижу, но в релизе что-то может быть еще и изменится. Это мы будем отдельно обсуждать, когда релиз состоится. Все. Кажется, про все сказал. Отправляемся в Великий Портал и смотрим, на что это похоже. Что касается моего мнения об этом билде, об этом варваре, то мне он скорее не нравится и я могу выделить три пункта, почему он мне не нравится. Во-первых, он не лишен всех тех минусов, которые нам не нравились в рекоре. То есть он по-прежнему очень-очень долго ковыряет одиночную цель. Все не так уныло, как было раньше, потому что раньше мы одиночную цель вообще не могли. Ковырять это был просто запретный плод для нас. Если нам прокал одиночный рифтгарден, то можно было перезаходить, даже если до того мы прекрасно, очень быстро зачистили трэш на пути к этому рифтгардену. Сейчас проблема уже не так остро стоит. Мы справляемся с одиночными целями, но очень медленно. Это совершенно неинтересно. Это вяло, уныло. И если речь идет о рифтгардене, то с этим еще можно терпеть. Это еще можно терпеть. То если речь заходит, скажем, о желтой элитке, рядом с которой нет трэша, нет толпов монстров, толп монстров, то проще ее просто скипать. Мы будем очень часто скипать. Это большая иллюзия. То, что вот если вот осталась одиночная элитка, у нее 10%, и рядом с ней какой-то недобитый одиночный трэш, и того два монстра, у которых мало-мало хп, вот, казалось бы, чуть-чуть дожать, и мы получим 4 сферы прогресса в Великом Портале. Это чушь. Вот не получите. Вы больше потеряете на то, чтобы добить двух монстров в Великом Портале с этим комплектом. Нужно потратить кучу времени. Не стоит того. Просто скипаем. И тут мы переходим к второму пункту. Мы очень-очень сильно зависим от того, как прокаются рифты, что мне кажется не здорово. Вот чем хороши зеленые порталы, комплектные подземелья, там все фиксировано. Мы знаем, на что мы идем. Здесь совершенно не так. Если нам прокаются пони-левел, мы плачем от счастья. Пони-левел — это наше все. Мы с этими пони просто боги великих порталов. Как мы замечательно прогрессируем, если вокруг нас монстры, подобные мишкам из пони-левела. Или, как поправляют многие, там нет пони, там единороги. Окей. Юникорн-левел, если хотите. Если нам прокается рифт, в котором много элиток, и при этом вокруг этих элиток нет трэша, если узкие коридоры, нельзя собрать большие кучи врагов, то мы, какой бы у нас скилл не был запредельный, мы будем буксовать. Мы очень-очень-очень сильно чувствительно к тому, много или мало монстров в великом портале, и при этом изобилие элитки нас не спасают. Нам нужно, чтобы просто монстров было много, пускай даже трэша. С двумя монстрами мы ковыряемся в вечность. Многих скипом, это не здорово. И тут мы, опять же, переходим к третьему пункту, который мне не нравится в этом билде. Я сказал про скилл. Так вот, скилл здесь нужен реально запредельный. И этим варварам очень тяжело играть. Здесь недостаточно нажимать на все клавиши как можно чаще. Это было бы просто, если просто вот берешь левой рукой и все время прожимаешь все-все скиллы. Если не откатятся, то сработают. Если не откатятся, то не сработают. Если сработают, то хорошо. Если не сработают, то плохо. Если мы будем так себя вести, то мы мгновенно останемся без ярости. А ярость нам нужна на откат гнева берсерка. Мы должны скиллы кастовать не позже, чем нужно, но не раньше, чем нужно, чтобы с одной стороны максимум профит из них получить, а с другой стороны не остаться без ресурса. И у каждого из этих скиллов свое оптимальное время прожатия. Спринт нам нужно с одной частотой кастовать. Спринт закончился, прожимаем следующий. Если раньше прожмем спринт, то просто потеряем ярость. Если позже, потеряем ДПС. Нам нужно прожимать гнев берсерка по мере готовности, но опять же нет смысла прожимать его слишком рано, пока он еще не откатился. С другой стороны есть смысл прожимать гнев берсерка перед броском валуна. Для того, чтобы бросок валуна не только запускал оплот воли, но и шел в зачет КДР для гнев берсерка. Нам нужно валун бросать ровно тогда, когда у нас накапливается ярость или тогда, когда оплот воли требует запуска. И вот это множество факторов, которые необходимо учитывать, за которыми необходимо следить. И все это было бы легко на самом деле, если не нужно было при этом играть. Если бы мы просто смотрели на эти клавиши и нажимали их каждый в свое время. Но нам ведь вместе с этим еще и монстров нужно убивать. А геймплей здесь, вы сами видите какой, он очень быстрый здесь, попробуй отвлекись. И вот если бы в Диабло играли роботы, а не люди, то самый большой отрыв между роботом и человеком был бы, мне кажется, именно в этом варваре. Варваре с рекором в 2.4. А вы знаете, что в Диабло иногда робот все-таки играют. И даже самый тупой, даже самый низкоинтеллектуальный робот, самый низкий искусственный интеллект будет здесь показывать прекрасные результаты в сравнении с человеком, который, естественно, умнее робота, но еще не освоился с прожиманием скиллов. А это вот целый спорт, эти скиллы прожимать вовремя. Я не против сложных геймплеев, но этот слишком сложный, он не настолько интересный, чтобы быть таким сложным. Мне кажется, его необходимо как-то упрощать, как-то сглаживать, как-то позволить игрокам не смотреть одним глазом на поле боя, а другим на панели скиллов, как-то сосредоточить свои усилия на чем-то одном. Потому что, ну, я лично не могу с этим варваром освоиться. Если вы можете, я вас поздравляю, вы, наверное, для этого билды просто созданы и талантливы. Мне кажется, все эти проблемы можно было бы отчасти решить, усилив, переработав бонус за шесть предметов для рекора. Потому что сейчас он не используется, а механика в нем хорошая заложена. Механика в нем заложена и такая, чтобы мы могли лучше работать по одиночным целям, чтобы мы могли не так бешено, не до бесконечности елозить из одной стороны карты в другую, как и раньше, как это было в том рекоре, который никто не любил в 2.1. И если бы Близзарды предложили игрокам бонус за шесть предметов в рекоре, более вкусный, чем для этого билда, именно в контексте этого билда, более вкусный, чем бонусы от Бессмертного Короля, возможно, этот билд, такой варвар, стал бы более приятным для игры. А на сегодняшний день, мне кажется, им надо играть вдвоем. Один прожимает скиллы, другой вводит мышкой. В таком случае все здесь будет нормально. И, кстати говоря, вы помните, что в Heroes of the Storm Близзарды ввели Чогала, им нужно играть тоже вдвоем. Такое вот единство мысли прослеживается в нововведениях от этой кампании, друзья. Большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Оставляйте свои комментарии о том, как вы относитесь к этому билду, нравится ли вам в нем играть. Есть ли у вас какие-то идеи по его усовершенствованию. Всего доброго, до скорых встреч, удачного фарма. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, пожалуйста, лайкайте их, комментируйте, может, вы даже захотите поддержать проект материально. Я, в свою очередь, приложу все усилия, чтобы видео выходили как можно чаще и были как можно более интересными.